Всё это вы узнаете из всего лишь одного комментария, magic и tricks. То, о чём я сегодня буду говорить, это одно из занятий, которые мы всегда делали в университете, для того, чтобы хорошо знать английский язык и разговаривать на нём свободно. Chef's kiss, как сейчас выражаются англоговорящие ютюберы. Супер полезно для подготовки IELTS Listening. Привет всем, спасибо, что вы кликнули на это видео и зашли на мой канал. И я, кажется, знаю, почему вы здесь. Скорее всего, вы хотите набрать высокий балл за IELTS. Он вам нужен для того, чтобы попасть в ваш любимый университет, в университет ваших мечт или получить работу мечты. All right, no worries, I'm gonna help you with that. Перед тем, как мы начнём, естественно, я вам напомню, что обязательно подписывайтесь на мой канал, если это видео вам покажется полезным, только если видео покажется вам полезным. Обязательно лайкайте его, потому что так я узнаю, какие видео вам нравятся больше и, соответственно, каких видео нужно снимать больше и выкладывать. И, конечно же, пишите, что вы думаете о видео, о теме, которую мы сегодня обсуждаем, или об источнике, которую мы сегодня обсуждаем. Это тоже интересно. В комментариях. Если вы уже сдавали IELTS, пожалуйста, напишите про ваш опыт, напишите, какая тема вам попалась. В общем, давайте общаться в комментариях. Я отвечаю на каждый из них. Если вы подписчик, то вы об этом знаете. И ещё у меня есть Инстаграм. Там тоже очень много полезной информации. Поэтому you welcome. Заходите в гости. Ну что, поехали. Я начну с предыстории. Если вы хотите её промотать, то идите вот в это вот время и наслаждайтесь обзором на видео, которое я сегодня хочу разобрать. Предыстория. Меня очень часто спрашивают в комментариях и пишут мне в Инстаграм, спрашивая, что я делала, чтобы так хорошо знать английский язык. И, в общем-то, ответ у меня прост. Я просто получила магистрскую степень в лингвистике. И английский язык, естественно, был у меня основным. Вторым языком у меня был французский. Я всё ещё не отошла от этой травмы. I really have PTSD. Every time I hear somebody speaking French next to me. Seriously. В общем-то, я всегда отвечаю, ну, как бы я училась в университете. И тут меня спросили, а что вы конкретно там делали в этом своём университете? То, о чём я сегодня буду говорить, это одно из занятий, которые мы всегда делали в университете для того, чтобы хорошо знать английский язык и разговаривать на нём свободно. В общем-то, там никаких нет magic и tricks, то, что люди делают в универе и как они учат английский язык. Но если вы хотите узнать, что мы делали в университете, как мы изучали английский, какие учебники мы использовали или, не знаю, какие другие материалы мы использовали, какие предметы мы изучали, то обязательно дайте мне знать, и я обязательно сниму видео об этом. Ну, а теперь к видео, которое я нашла и захотела с вами разобрать сегодня. Это видео от моих любимых The Economist. The Economist — это прекрасный источник текстов и подкастов, и, как видите, видео на английском языке про разные очень topical issues. Это такие темы, которые всегда обсуждаются либо в IELTS essay, либо в IELTS speaking, особенно в третьей части, потому что мы знаем, что третья часть — это общие вопросы о том, что происходит в мире или в вашей стране. А также вы можете встретить и listening на тему, ну, на те темы, которые обсуждаются в The Economist, потому что помните, что четвертая часть listening — это лекция. А еще, естественно, тексты есть на все эти темы, на нашу любимую экологию, экономику и все прочее. Поэтому, как вы видите, The Economist — суперполезный источник. Я вам советую начать с их инстаграма, потому что у них очень-очень короткие captions, но они всегда очень емкие, там очень классные графики. Я обычно разбираю именно посты из их инстаграма. Но сегодня я нашла вот такое видео. Видео с очень крутым заголовком. Он меня очень заинтересовал. Действительно, why is it so hard? Почему это видео интересно? Потому что это видео вам дает перспективу и видение мира с точки зрения англоговорящих людей. То есть, как американцы и британцы видят эту тему, и какие вопросы они вообще обсуждают. Потому что guess who is creating the questions for IELTS writing and, you know, IELTS speaking. Это как раз британцы. Поэтому все, что они здесь, вот, например, в таких видео обсуждают, они считают важным. И, естественно, они включат в ту или иную тему эссе. Для очень многих русскоговорящих людей, ну или людей, скажем так, ну не англоговорящих, некоторые эти темы, они кажутся странными, и в их странах это совершенно не обсуждается. Поэтому так сложно иногда ответить на очень, казалось бы, простой вопрос. Why IELTS writing or why IELTS speaking? Ну, давайте теперь посмотрим, почему же это видео такое полезное. Я хотела бы разобрать первую минутку этого видео. Как вы видите, оно 25 минут длится. Не так долго, на самом деле, примерно как серия сериала. Поэтому, может быть, вместо очередной серии The Beam Bank Theory или How I Met Your Mother вы выберете посмотреть вот этот эпизод от The Economist. И там будет намного больше пользы. Давайте посмотрим, сколько слов и сколько выражений мы можем взять из первой всего лишь одной минуты этого видео. Might think climbing the social ladder has got easier. Climbing a social ladder – прекрасное выражение. Это означает повысить свой социальный статус. Повысить свой социальный статус означает, скорее всего, повысить свою зарплату. It's getting harder. In many rich countries, the class you're born into still dominates your chances of making it. В принципе, сама формулировка просто супер, супер. Chef's kiss, как сейчас выражаются англоговорящие ютюберы. The class you're born into. To be born into a class – это выражение, которое можно использовать в вашем эссе, в IELTS speaking тоже. То есть класс, в котором вы родились или которому вы принадлежите с рождения. Dominate the chances. То есть влиять – это то же самое, что to affect significantly, скажем так, но немного другое выражение. To dominate – оказывать огромное влияние. On your chances of making it. To make it – это означает добиться какого-то успеха, добиться финансового успеха. No one talks about these sort of hidden privileges that are going on underneath the surface. Hidden privileges – это скрытые привилегии. Тоже, можно сказать, термин и очень важное понятие, о котором, опять же, мне кажется, мы на русском языке вообще не говорим. И обратите внимание, что здесь все говорят с британским акцентом, что суперполезно для подготовки IELTS listening. Мы обычно его используем для того, чтобы говорить про Америку, именно поэтому the speaker is using it. The chances of climbing up the income ladder are some of the lowest in the rich world. Смотрите, у нас была social letter, теперь income letter, что, в принципе, то же самое. Это означает повысить ваш доход. The chances are some of the lowest in the rich world. Супер выражение. Я прямо его так и запомнила, так бы и выписала, и так бы и использовала где-нибудь в IELTS writing. Наверное, это будет сложно использовать в IELTS speaking, потому что довольно такое громоздкое выражение. Здесь у нас вступает в бой американский акцент и look at the difference, hear the difference, right? The data suggests типичное выражение, которое мы используем при описании графика. Social mobility – это точный термин. Нехватка возможностей для того, чтобы менять свой социальный статус или улучшать свой социальный статус. Causing serious political rifts. To cause rifts – это будет означать cause a certain conflict, то есть быть причиной каких-то конфликтов, в данном случае political, то есть политических конфликтов. Это означает, у них нет возможности что-то сделать. Супер выражение. Disaffection, radicalism – все эти слова суперполезны для всех частей IELTS, в общем-то. Это уже одна минута, мы останавливаемся здесь и посмотрите, как много я выделила всяких выражений и всяких терминов, которые вам могут помочь, естественно, получить самый высокий балл. Если вы умеете использовать эти выражения к месту и с правильной грамматикой, то, естественно, это вам дает шанс получить ту самую восьмерку и девятку за все части IELTS. И сейчас я хотела бы вам показать, что делать с такими выражениями. То есть, окей, вы услышали их в видео и дальше, как их запоминать, как их разбирать. Я вам сейчас покажу, как я записываю слова для того, чтобы потом их выучить и просто отметить для себя. Я создаю вот такую табличку у себя в документе. Можете использовать Word или Google Doc, например. Здесь у нас будут слова. Здесь у нас будет definitions, либо explanations, and I can't spell, либо перевод, но это в самом крайнем случае. В данном случае я сама выдумываю это definition, я пытаюсь его, так скажем, объяснить это слово, но обычно, если я не знаю слово или термины, я иду в Google, Google Meaning, это мой любимый источник, и проверяю, соответственно, explanation этого слова. Дальше. Я беру пример из видео, которое я посмотрела, потому что у меня есть ассоциация. Где я видел это слово? Вот в этом видео. Там у нас было По-моему, там было political rift. Я это все записываю сюда, и, соответственно, вот я записала одно слово. То же самое я делаю со всеми остальными словами. Я эту табличку просматриваю несколько раз, потом пытаюсь составить свои ответы на вопросы с этими словами. И таким образом я тренирую и запоминаю эти самые слова. Обычно я документы создаю и называю их по имени видео или какой-то текст, который я читала, чтобы, опять же, у меня была ассоциация, и я могла бы пойти посмотреть на первый источник и еще раз вчитаться в контекст и как это слово было использовано. Что бы я еще хотела отметить, это, естественно, комментарии. Иногда комментарии ругают the economist, потому что они думают, что the economist не освещает реальную ситуацию и положение вещей. И комментарии просто blow my mind every time. My dad was a high school dropout and got a factory job with a starting wage of, which is about, indexing this for inflation that is approximately in today's dollars. When you take into consideration a significantly lower income tax rate and little to no sales taxes, the net or discretionary income is relatively greater than today. Our first home was $5,000 less than one year's wage and was paid off in 15 years. My dad, while working at the same plant, bought a cottage after the house was mortgage-free. Could you imagine what our world would look like if somebody arrived out of high school and with no student debt could make 82K? That would just give us income parity. If you average house cost 82K as well, that would give us wealth parity. These are just my observation and not a documentary. I don't think I'm only one who noticed this. Вот в этом комментарии это IELTS, не знаю, 10, мне кажется. Seriously. Have you seen this? Столько выражений, столько слов, использованных так правильно и столько терминов, связанных с экономикой. Не только с экономикой, например, a high school dropout это человек, который не закончил школу. A starting wage это зарплата, начальная стартовая зарплата, которая у него была. Вернее, это даже не зарплата, это деньги, которые мы платили за час. indexing this for inflation, учитывая инфляцию. И смотрите дальше, какие суперклассные вводные слова. When you take into consideration a significantly lower income. Вот это when you take into consideration, когда, если вы возьмете во внимание что-то, да? A significantly lower income tax rate. Это налог, подоходный налог, который был значительно ниже в то время. Little to no sales taxes. Совсем маленький налог на продажи. Вот это выражение little to no. Супер. The net or discretionary income is relatively greater than today. Sposible discretionary income это те деньги, которые вы получили от работодателя, потом заплатили все налоги, заплатили все какие-то очень важные счета, например, за квартиру, за ЖКХ. И после этого, что у вас осталось на то, чтобы потратить на какие-то другие personal, на какие-то другие личные расходы. Вот это вот discretionary income. И все это вы узнаете из всего лишь одного комментария под этим видео. Если, конечно же, вы не поленитесь прочитать, вчитаться и перевести каждый термин. Потому что я могу понять, что это может быть не очень легко, особенно для человека, который первый раз видит такую тему и смотрит особенно видео на английском на такую тему. Там есть намного менее объемные комментарии, естественно, тоже с очень интересными примерами, с интересными историями и супер словами. Я вам рекомендую пойти посмотреть это видео. И, соответственно, чем больше вы смотрите таких видео, тем больше YouTube вам рекомендует таких тем и видео. Поэтому кликните на ссылочку в описании и посмотрите обязательно это видео. Я бы хотела привести примеры эссе, примеры тем эссе, которые совсем недавно у кого-то попались в Wilds Writing, на которые вам поможет ответить как раз именно информацией из этого видео и комментариев к этому видео. Вот, например, такое эссе. Эти both sides по поводу этой темы вы найдете в комментариях. Или, например, вот такая вот тема. В этом видео затрагивается тема образования и как сложно его сейчас получить, особенно в Америке, потому что оно все платное и стоит ужасно. И рассказывается о том, насколько повысилась ценность сертификата в образовании и как сейчас сложно найти работу без, соответственно, диплома. Around the world the rich are becoming richer, poor are becoming poorer. What is the cause of this? What solutions are there to tackle it? Это просто тема этого видео. Вся информация как раз о том, почему такая, такое у нас disproportionate, такое society получилось, совершенно не equal, то есть неравноправное. и что можно с этим сделать. Все видео на эту тему. Поэтому я надеюсь, что я убедила вас подписаться на канал The Economist. Можно еще на мой подписаться, раз уж пиздейс, и посмотреть на комментарии под этим видео. Если вы уже посмотрели, то дайте знать в комментариях, как вы думаете, оно полезное для вас оказалось, интересна вообще эта тема. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что вам было интересно, а также полезно. Не забывайте подписываться на мой канал. Я выпускаю видео каждую неделю о, you know, try to. И мы увидимся с вами уже очень скоро. Пока.